Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, с вами вновь программа «Бизнес-завтрак», и я Роман Дусенко на радиотелестанции «Медиаметрикс», потому что всегда мы говорим о том, что у нас радио, но спикеры, когда видят камеры, у вас еще и телевидение, да, вот такое у нас интерактивное телевидение. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Да, в моей студии сегодня находятся интересные гости Дмитрий Соколов, директор по продажам карты рассрочки «Совесть», и Георгий Чехерий, директор учебного центра проекта «Совесть». Почему разные названия у одного проекта, у другого карта? Чтобы вы задали вопрос, чтобы интереснее было общаться. С чего-то надо как-то начинать. Хорошо, чтобы нашим слушателям было понятно, что такое «Совесть», вообще у всех ли она есть, и по чем она сегодня покупается, что это такое? Ну, у нас из четверых здесь сидящих, у двоих она точно есть в виде карточки рассрочки, я думаю, остальных двоих еще точно появится. Если серьезно, то это уникальный продукт, который сейчас есть на рынке, потому что клиент может пользоваться деньгами банка и при этом не платить никаких процентов. В целом, она помогает повышению спроса, продаж. В целом, что это? То есть, что человеку, какую боль человека она решает? Ну, давайте, у нас есть две вехи, для кого она может решать. Если говорим о клиенте, то для клиента это не откладывать на завтра, что можно купить сегодня. Это раз. Второй вариант – это не снимать с депозита, пользоваться деньгами банка сегодня, свои откладывать и накапливать проценты. Если говорить для магазина-партнера, то это средний чек, увеличение среднего чека, увеличение частоты покупок. Я помню, в начале 2000-х годов, я еще в своей карьере 16 лет в банковской области, и мы только-только запускали потребительское кредитование. Я помню, мы приходили и говорили, давайте мы вам предпоставим посттерминал, мы тоже будем получать комиссию, а вы будете продавать. Как бы увеличится оборот. Да ладно, как это увеличится? Да вот так вот, просто приходите, тут же оформляете, тут же покупаете. В 2001 году это казалось как бы нереально. И вот тут такой резапуск этой идеи. В чем отличие от банковского кредита, если самое простое? Ну, самое основное, чем отличаются от нас банки? Банки берут с клиентов проценты. Мы проценты не берем, проценты все платят по-честному, по совести платит магазин-партнер. Кстати, интересно, а вот вы пришли уже, когда проект был создан, или стояли у его основания? Я был первым сотрудником совести, который начал его создавать. А кто, интересно, придумал такое имя, совесть? Интересно, просто оно как бы родилось внутри компании, до этого это было уже. Есть ли какая-то легенда корпоративная? Как это происходит? Георгий, как есть у тебя? Когда ты своих людей обучаешь, вот что ты им говоришь? Ну, смотрите, цель была, ну, во-первых, придумать какое-то название, которое, наверное, олицетворяло вообще саму суть продукта. Ведь совесть, когда многие говорят совесть, совесть это что-то чистое, белое, понятное, простое. Я уж не знаю, у меня не так все. Мы вам оформим совесть, оно у вас точно такое будет. И нужно было придумать какое-то название, которое бы, с одной стороны, выбивалось из названий любых банковских продуктов, в то же самое время отражало идеологию данной карты. И тут как раз и родилась вот эта идея назвать эту карту, вот знаете, вот так, когда назвали Apple, вот что-то из этого, вот в той же атмосфере, совесть. А что бы не назвать? В этот момент я вспоминаю кадры из фильма «Форест Грамм», когда там, нет, кадры из фильма «Стив Джобс», да, когда они ехали, и говорят, надо как-то назвать компанию. Яблоко, яблоко. Отлично. Окей. Мы, все наши программы, они созданы для того, чтобы люди, смотрящие нас по всей России, предприниматели, собственные, генеральные директора, могли что-то взять для себя, некий практический инструмент того, что можно применить непосредственно у вас. Поэтому именно здесь вы, как одна из передовых финтех, я считаю, компаний, стартапов в финансовом рынке, но в то же время очень четко и конкретно ориентируешься на конкретных людей, на продажи, на обучение этих людей. И всегда мы начинаем с того, когда HR-директора в основном у меня здесь присутствуют. Собственно говоря, насколько люди, работающие в компании, понимают цели и стратегию компании. Вот так вы считаете? Насколько вам удалось донести до своих сотрудников, до селзов, до тех, с кем кого ты обучаешь? Какого масштаба бизнес сегодня? Сколько людей вообще работает в компании? Вы знаете, вот вы начали с того, что вы сказали, финтех мы, или банк, да, мы финтех-компания, потому что, если говорить о скорости, с которой мы развиваемся, то она сумасшедшая. На сегодняшний день у нас порядка 700 сотрудников работают в компании. Ого! А начинали мы вот с пяти ребят, которые пришли, движимые одной идеей, а сегодня уже 700. Более того, если мы берем продавцов и обсуждаем, как у нас специалисты по продажам развиваются, то сегодня это порядка 250 человек, а к концу следующего года это будет 2000. Как при таком колоссальном масштабировании донести стратегию компании? Вот вы можете сформулировать вкратце стратегию компании совести? Кто из вас? Или у вас сразу хором? Совесть должна быть у каждого. Вот стратегия, которой мы движемся. Есть ли какое-то понятие о ценностях, которые проповедуются в компании? Что является коренными правилами вот этой совокупной культуры? По большому счету, любая компания – это все-таки корпоративная культура, и неважно, она формализована, не формализована. Что является такими глобальными столпами этой корпоративной культуры? Ну, на сегодняшний день, если мы говорим о культурах, о ценностях, то в первую очередь нам важно видеть рядом с собой плечо человека, который одержим. Вот чтобы одержимый, чтобы глаза горели у него каждый день, потому что мы каждый день делаем подвиги. Мы совершаем что-то новое. Ты присутствующий на собеседованиях? Регулярно. И вот ты заходишь и видишь человека, горят глаза или не горят? То есть это является определяющим фактором? Одним из. Потому что, по большому счёту, вот эта химия с кандидатом, она происходит. На какой процент людей заходящих, у которых горят глаза? Откровенно, на сегодняшний день на рынке небольшой. А что, вот если бы ты охарактеризовал этого человека, который приходит к вам у горячих глаз, что им движет? Почему? Это именно к вам или вообще он такой человек? Возможности. Сейчас мир достаточно зашорен, то есть все стараются жить в каких-то рамках, банке, рознице, и не до конца понимать, что такое стартап. То есть понятие финтеха, стартапа, оно не до конца раскрыто ещё на сегодняшний день на рынке, поэтому зачастую это людям сложно осознать, в чём отличие. Поэтому с нашей стороны нам хочется видеть у себя в команде тех, у кого горят глаза, у кого большие зрачки и кто готов к новым победам. От страха большие зрачки. Даже если от страха. Смотрите, друзья, роль первого лица недооценима в компании. То есть она, ну, она либо она есть, да, и когда компания это продолжение первого лица, его видение, его мысли, его стратегии, понимание. Насколько ваш человек номер один, кто это, во-первых, и насколько он вовлечён вот в транслирование вот этой системы ценностей, видения своей компании? Наш лидер проекта это Олег Ряженов, СИМС. С точки зрения вовлечения, ну, могу сказать, что это человек, который очень стратегически мыслит. То есть он помогает нам поднять голову от тетрадок, от ноутбуков, сказать, вот, ребята, вот у нас впереди есть большие вершины, есть высокие горы, давайте смотреть. Как достучаться, как он может достучаться до каждого сотрудника, который там в полях где-то? Какие средства коммуникации вы используете для того, чтобы связать всех в единую какую-то сеть? У нас есть Георгий для этого. Смотрите, основная часть нашего коммерческого отдела это наши сотрудники, которые продают и общаются с клиентом. Всё остальное это поддержка. Очень важно донести всю информацию до наших специалистов. Буквально две секунды. Я правильно понимаю, что существует отдел B2B продаж, который привлекает агентов? И отдел конкретных прямых продаж, которые люди уже в привлечённой компании, которые работают с вами, работают с теми, кто пришёл, да? Ну, скажем так, есть те, которые привлекают компании приём карт, совесть, а есть те, которые как раз уже занимаются… Мы говорим о тех людей, о тех продавцах, которые конкретно взаимодействуют с покупателями. Да. Очень много таких подобных бизнесов внутри нашей страны. С чего всё началось? Почему ты оказался внутри этого продающего подразделения? Диме, спасибо большое. Из многого выбирал. Ну, наверное, надо исходить из того, кто тот человек, который отвечает за каждый кусочек совести. Это человек, который имеет за собой какой-то большой опыт, экспертизу. И что самое важное, я для себя, например, понял, готов меняться. Как внутри, так и в том, с чем он пришёл. Очень часто приходят в компании… Это очень важный вопрос. А что является драйверами изменения человека? Вот ты про себя можешь сказать, что ты, придя в компанию, тоже что-то в себе изменил? Что является драйвером? Мне тут очень хороший вопрос, пожалуйста. Драйвером является сам клиент и сам рынок. Рынок постоянно меняется. То, что было модно вчера, уже не модно сегодня. Все те инструменты обучения, те инструменты управления продаж, которые были вчера успешными, уже сегодня работают. Ну вот мы похоронили фактически все инструменты, которые были до этого момента, пока Георгий не пришёл в эту студию. Итак, что же тогда работает? Ну, смотрите, что сейчас работает? Вот тут надо уточняющий вопрос. Это какой-то очень такой большой вопрос. Что сейчас работает в прямых продажах, когда сотрудник компании взаимодействует с клиентом, желая ему что-то втюхать? Давайте я дополню такое. К тому, что говорил Георгий. И он, и я, мы 15 лет назад начинали работать агентами. И если раскрывать эту тему, что всё меняется, всё растёт, конечно, принципы управления людьми, принципы обучения людей 15 лет назад и сейчас, они, конечно, разные. Что-то осталось, что-то подкрутило, что-то новое пришло. Безусловно. Что-то приходило, уходило. Безусловно. Что сейчас осталось? Да, с точки зрения наших агентов мы стараемся идти от продукта. У нас есть уникальный продукт на рынке, который позволяет клиента купить здесь и сейчас в рассрочку. Раз. С точки зрения наших агентов у них есть уникальный инструмент, это планшет. И от момента общения с клиентом до момента получения карты, процесс заведения заявки, финального решения, лимита, занимает 20 минут. Окей. Вот мы подошли к секретам технологий. То есть, секретной технологии. То есть, процесс продажи, и это могут использовать, наверное, любые компании, которые бы захотели что-то подобное сделать. Уже не просто вербальная коммуникация, а для того, чтобы привлечь внимание покупателя и с помощью планшета что-то визуально более открыто рассказать. Как вы к этому пришли? Почему это так? Что загружено в этот планшет? Как обучить этому всему? Вы знаете, идея родилась, когда мы строили проект. Мы понимали, что нужно сделать что-то современное, что-то необычное. И раз. А второе, нужно сделать это быстро, чтобы у клиента была возможность получить продукт здесь, сейчас, на месте, никуда не ходить. И родилась сначала, с точки зрения банковского рынка, родилась новая идея, что давайте делать это через планшет, не через бумажки, как это принято сделать сейчас. И по большому счету, ломая парадигмы у каждого из направлений, начиная отойти до разработок, мы создали этот продукт замечательный. Если сейчас убрать планшеты, можно ли будет продавать или нет? Или наоборот, всем тем компаниям, которые смотрят на нас, им что, надо срочно вводить планшеты для своих продаж? При каких условиях это реально работает и в каких бизнесах, как вы думаете, может работать? Наверное, в бизнесе, где происходит активное привлечение клиента, фейс-то-фейс и продукт нужно выдать сейчас, удаленно, без отсутствия офиса. То есть, любые торговые представители в торговых центрах, любые представители на каких-то строительных рынках, которые… Нужно понимать, где находится наш клиент. Сейчас есть такое представление, что клиент должен прийти в отделение, чтобы решить свой вопрос. А он сейчас в нашей истории приходит в магазин… Он приходит туда, куда ему удобно. Да, и мы его там уже встречаем. Когда человек заходит в магазин, он же не просто так заходит посмотреть, у него есть какое-то желание скрытое. Потребность. Потребность, да, какая-то. Но тут вот, говоря про потребность, вот в обучении мы часто говорим не выявлять потребность, это было модно, надо выявлять потребность, понимая, что нужно клиенту. Мы формируем желание. Желание в разы выше, чем выявлять потребность у клиента. Желание через рисование какого-то будущего? Смотрите, человек заходит в магазин, магазин ритейлера. Поиграем в эту историю. Представьте, что мы с Димой, ну как бы, зашли случайно торговый центр, а тут вы нам навстречу. Что будет? Прямо кейс? Конечно, да, без танцев, Георгий. Хорошо. Без фирмы. Окей, вы зашли в магазин. Окей, я в роли. Добрый день, что планируете сегодня купить? Дима, пивка, да? Смотрите, мы в нашем магазине предоставляем спектр услуг. Как вы видите, у нас есть разные продукты, техника, ассортимент. А что вообще присматриваете в ближайшее время? Замечательно, мне как раз вчера клиент тоже спрашивал про гриль. Смотрите, у вас сегодня есть возможность забрать данный гриль. Гриль, вот на какую ценовую категорию вы рассматриваете? Ну, сейчас посмотрим, какой у нас старт по кантам. Ну, пятерочка есть. Пятерочка. Пятерочка. А смотрит ли себя что-то лучше, качественнее и дольше? Нет, ну это надо как-то напрягаться, что ли, там, да? Смотрите, можно без напряжения. Я ваш советник, ваш лучший. Вы нас расслабите. Я для вас все приготовлю, вы для себя сделайте. Смотрите, есть возможность взять гриль за 20 тысяч. Срок рассрочки 4 месяца. Сейчас забирайте, деньги оставляйте у себя в кармане и счастливым лицом завтра уже жарите себе шашутик. Ну, как ему отказывать? Ну, никак, да. Реально, продал, да. У вас с собой паспорт имеется? Давайте узнаем, на какой лимит вы можете сегодня рассчитывать для покупки. Кстати, особенно тема москвичей, да, мы носим с собой паспорта. Ну, ни в одном нормальном регионе России никто не носит с собой паспорта. Спасибо тебе, Георгий. Скажи мне, пожалуйста, какого типа люди должны прийти в продажу? Ведь не каждый может так взять и подойти, да? И вот где вот эта граница, чему можно научить продавца, да? Это важно же, потому что все мне… Вот я приезжаю в регион в любой, был бы в Уфе на прошлой неделе. Они говорят, проблема – кадровый голод. Никто не хочет работать, люди не понимают, что можно заработать, зарплаты у нас низкие. То есть, здесь получается совокупность факторов. При каком типе психологическом человек может, какого можем доучить, и что его может мотивировать к тому, чтобы стать этим самым продавцом? Ну, во-первых, продавцом не рождаются, им становится, и надо давать каждому человеку шанс. Часто мне этот вопрос задают, мне кажется, тут не должно мне никаких стереотипов. Нужно давать шанс каждому человеку. Вот никто не даст соврать, что бывают истории, я вижу, думаю, скрытый интроверт. Ну, какой интроверт может быть в продажах? А потом раскрывается и становится лучшим продавцом. Знаете, о чем я сейчас подумаю? Я вспомню, не помню, в каком фильме, но было очень классно, какие-то два таких вот просто отмороженных человека, с одной стороны мальчик, с другой стороны девочки, они себя нашли. То есть, получается, на каждого человека найдется соответствующий покупатель. Интроверт найдет интроверта. То есть, интроверт же не может с экстравертом договориться, а этот такой там молча подошел, помолчали и продали. Я бы тут сказал, что у нас нет ярких каких-то тип личностей. Вот я, по существу, экстраверт, но если мне позвонить в 5 утра и сказать, пойдем в ночной клуб, я не пойду. То, что ты интроверт, я тоже понял. Я написал ему два дня назад в Фейсбуке. Во-первых, он мне отвечал. Потом, знаешь, так, сухо, я говорю, давай я тебе наберу, позвоним там, лучше здесь. Я выдавил из себя пару фраз. Работы просто постоянно. Окей. Что является твоей коренной корой технологией, которая позволяет тебе форматировать приходящих к тебе людей и как мы можем это рассказать о том, что это может сделать? Первое, что я хотел бы сказать, что в любой компании, а тем более в нашей, она, конечно, там финтех-компания, там у нас все диджитализировано, но главный ресурс, на который мы отдаем все самое важное, все, что мы можем прям человеку дать, прям вот съешь, скушай. Это, наверное, человек, человек, наш главный инвестиционный проект в нашем проекте. Является ли человек ценностью? Сейчас еще буквально один вопрос, почему это будет очень важно связано. То есть ценность компании человек. Это значит, что никто не может нахамить, накричать, в один день уволить, ну там, не знаю, относиться как-то к человеку так, ну, что люди, если скажут, наша главная ценность человек, все там, да, говорить можно что угодно, а на самом деле там. Ну, я так скажу, здесь вопрос концептуальный, с чего мы начинаем. То есть если мы говорим о нашем целевом портрете потенциального сотрудника, это 20-23-летний молодой человек или девушка. И они приходят и не понимают, где они себя видят, с чего они хотят начать свой карьерный путь. И ты показываешь им, что вся их работа, она по большому счёту, вот здесь мы снова вернёмся к планшету, а она в планшете. И по большому счёту сейчас весь мир у них находится в телефоне, они все диджитальные. То есть они в своём мире живут. Да, это сейчас, это их экосистема, это очень важно. То есть их не нужно загонять в какие-то рамки, в которых им сложно будет находиться. Они живут в своём мире. Дима, ты продажник. Смотри, Headhunter посчитал, было исследование, что порядка 30% вообще принятых на работу увольняются в течение первого месяца. То есть неправильный подбор, отсутствие системы адаптации. Вот я когда занимаюсь с предпринимателями, то есть мы приходим в их компанию, начинаем разбираться, говорю, сколько стоит для вас увольнение одного сотрудника, которого вы неправильно наняли. И когда мы начинаем считать, что это получаются глобальные цифры. Второй вопрос. А когда сотрудник начинает приносить какой-то доход, то есть на него было потрачено, его там обучали, принимали, потом он начинает приносить какой-то доход и через какое-то время окупает все затраты, пришедшие на него. Есть ли у вас представление вот этого жизненного цикла компании? Во-первых, сколько он продержит, когда он начинает приносить доход? Да. Ну, ротация, безусловно, есть. Это само собой. Это само собой, но она внутренняя, она позитивная. Если, вот я говорил о том, что у нас было 10 человек какое-то время назад, да, год назад, сегодня у нас 700 уже человек, и для нас нормально, и мы культивируем это внутри, что человек развивается внутри компании. Он может перемещаться не только в рамках продаж, он может перемещаться в рамках… То есть, по сути, кадровый резерв такой, да? Абсолютно верно, и мы это культивируем даже не только в рамках одного региона Москвы. Как карьерные аппатюнити такие, возможности, да? Да, буквально на прошлой неделе мы перевезли нескольких сотрудников из Екатеринбурга и Краснодара для того, чтобы они трудились в Москве. Более того, могу рассказать интересный случай, что наши специалисты по продажам, которые начинали только строить проект и начинали продажи в ноябре прошлого года. На сегодняшний день ряд из них являются руководителем, достаточно крупным руководителем в подчинении порядка ста человек. Супер. Георгий, а вообще, где роль HR, вообще HR в нашей, оно где? Оно где-то там, сбоку, оно интегрирует в вас. Кто занимается вот вам подбором этих людей? Вы, не вы? Кто занимается их вот первичным собеседованием, какие-то деловые игры? Что на входе? Вот. Нужно целую там рассказать, наверное, от нуля и до бесконечности. Три минуты. Спасибо, что ограничили. Значит, самое важное, ну как мы ищем? Классические там инструменты подбора персонала, там сайты, там. Вот, кстати, что стало очень популярно, мы ищем из социальных сетей. Сейчас больше обращений на социальных сетей. То есть, у нас нет такого, что у нас целевая аудитория вот от такого-то возраста до такого-то. Но они чаще всего находятся именно там. Конечно. Деньги платите? Конечно, даже платим. Удивительная вещь, я вот был недавно в компании IPS, и вот на входе в офис приведи сотрудника, получи бонус. Вот, продолжаю. Значит, следующее. Значит, мы, первый инструмент, с которым мы вот встречаем наш сотрудник, это асессмент. Собираем людей и начинаем рассказывать полностью про проект. То есть, тут важно не продать должность, тут надо им объяснить вообще, что из себя представляет проект. И что центром этого проекта является один продукт. Это немного, как приходят там собеседования в другие банки. Один продукт, и мы работаем на него. Рассказываем, как происходит процесс дальнейшего обучения. Мы говорим, что он один день. Один простой день, не две недели, не месяц. И после одного дня выходит человек на работу? Чем меньше информации мы даем, тем больше он будет это использовать на практике. Расскажи, пожалуйста, всем радиотелеслушателям, что можно сделать за один день с человеком. Все секреты, Георгий, не рассказывай. Хорошо. Я потом там, можно там номер телефона? Мы выражаем, Георгий Александрович, мы слышим, что с минуты такой-то, по такой-то там запикать. Да-да-да. И потом бесплатный вебинар от меня. Значит, один простой продукт. Нужно понимать, у нас один продукт, мы его продаем. Полдня продукт, полдня продажи. Все, один день. Чем проще, тем и лучше. И дальше мы этих людей стажируем, чтобы у них было понимание, как работать с клиентами. Что значит, когда клиент тебе говорит нет? Все-таки это работа с клиентом, это и стрессовая работа, и в то же время наслаждение. Стресса, когда тебе говорит нет, наслаждение, когда тебе говорят, продукт такой. И вот я всегда в своей жизни в продаже вспоминаю всегда этого клиента, который мне один раз сказал Георгий Спаситер Большой. Один день мы их обучаем продукту и продажам, и два дня стажировки. За два дня стажировки после этого у них есть четкое понимание, что такое подходить клиенту, что означает работать с клиентом и продавать на что-то. Ну, это элементарно. Наверное, все смотрели в Ютубе этот фантастический ролик «Работа с возражениями», как девушка разводила по телефону какого-то мужчину, владельца какой-то компании, это было, конечно, фигеично. Ведь возражения существуют. Как преодолеть этот барьер? Я, первое, что хочу сказать, что возражение – это очень хорошо. Хуже? Какие есть особенности B2C формата? То, что когда клиент тебе не возражает и уходит. Игнор. Игнор. И ты не знаешь, чем тут работать, что у него в голове. Когда тебе клиент возражает, значит, ты неправильно презентовал продукт, либо начал не с того. Тут целый комплекс может быть причин. И когда тебе возражает, значит, он уже вступил с тобой в диалог. Молодец. Мы говорим, ты вступил, тебе он возразил. А теперь работаем с возражениями. Ну и там дальше технология работы с возражениями. Надо приучать людей, что возражение – это хорошо. Нежели, если, например, берем с вами холодные продажи, просто положить трубку. Окей. Ты являешься автором этого проекта и продукта обучающего? Или ты использовал какие-то готовые технологии? Вот расскажу. Я пришел, все мы приходим в компанию с готовыми материалами, что вот, все готово, опыт хороший, там, 15 лет банковской сферы, все будет отлично. Ничего не работает. Новый продукт, для меня это был такой определенный инсайт в компании проект «Совесть». Новый продукт, новая компания, первый в России инновационный продукт – это все, значит, новое. Это, значит, везде инновации. Не работают старые механизмы. Что ты делал? Пошел сам в народ? Я отходил из самого низа, то есть из DSF мы строили продукт, то есть из специфики работы… На дне, да? А не на… То есть мы не пытались идти от процесса, скажем так, который уже выстроен был в других компаниях. Мы начинали именно снизу, вверх… Окей, ты шел сам к клиентам и пытался снять первые возражения, которые потом легли в основу. Да, да, да. Скажи, пожалуйста, как человеку, находящемуся в небольшом городе, создать вот самому собственнику, понимая, что как-то не очень работа продажа, что ему самому сделать, чтобы понять, где проблема? Стать самому, начать самому продавать. То есть пойти просто продавать пару дней, да? Не только это будет эффективно в плане масштабирования, а тебе поверят. Когда человек проводит тренинги и приводит практические примеры, вот я подходил, была такая история, и тебя начинают слышать и понимать, чем больше таких живых примеров, ты на собственном примере показываешь, тебе приятнее слушать, нежели эта теория. Хочу, Георгий, дополнить, есть всеми известная компания Virgin, авиакомпания, где стандартам качества принято, что раз в месяц отделы меняются местами, и те, кто сегодня сидели за телефоном, завтра идут продавать в поля, и наоборот. Это помогает открыть что-то новое, посмотреть на бизнес-коллег своими глазами, искать, что где-то у нас… Это очень круто, можно далеко не ходить, вот здесь на твоем месте сидела Виктория Лобанова, экс-HR-директор компании «Дикси», у них назывался «Оранжевый десант», где все менеджменты, включая председателя управления, генерального директора, раз в месяц они выходили, может, раз в квартал, скажите, раз в квартал они высаживались в каком-то городе, одевали желтые майки и работали продавцами обычными. Столько инсайтов они получали за этот один день, что там просто приходит, что генеральный директор с тобой, продавцом работает. Представляю, потому что мы сами прошли через этот путь, и, собственно говоря, наш лидер проекта Олег Ряженов-Симс предложил, давайте, ребята, мы тоже выйдем в поля, пойдем встанем в обе, оденем прекрасные наши свитшоты и будем продавать. И это был замечательный экспириенс, который мы получили. Супер. Окей, если мы говорим, что мы цифровая компания, то с момента появления человека, наверное, появляется его цифровая карточка, которая там, ты, наверное, как руководитель продаж должен видеть его эффективность, его объем продаж, его доходы, его тра-та-та-та-та-та. Что есть? Как вы управляете вот Salesforce вот этим? Вы абсолютно правы, отчетность – это залог успеха. Правильная отчетность, правильная аналитика – это то, что должно быть для того, чтобы мы делали правильный упор в нужное направление. По большому счету для нас важно, чтобы агент, на сегодняшний день наш агент, его KPI состоит из продажи карт. Это как количественный показатель, как качественный показатель для того, чтобы наш агент мог установить мобильное приложение клиенту, и чтобы в дальнейшем мы могли строить общение с клиентом. Внутри, через средства коммуникации. Да, абсолютно верим. Мы как Kiwi, у нас есть данные клиентов, мы делаем скоринги, у нас есть подключение к нескольким БКИ, у нас есть база Kiwi, поэтому хочется делать таргетированные предложения клиенту, а не бомбить его различным спамом, так, чтобы они были максимально… Это предиктивная модель уже появляется такая, да. Да, максимально под его интересы, тогда это работает, тогда он чувствует вовлечение, тогда он чувствует, что бренд для него работает, он чувствует, что это тот продукт, который он хотел… Окей, копнем чуть-чуть глубже. У тех компаний, которые не столь цифровые, но которые тоже бы хотели для начала разобраться в Excel, как это работает, какие метрики надо снимать с продавца, чтобы можно было анализировать его работу. Вот продавец в поле. Смотрите, инструмент классический, это воронка продаж, так как мы просто тут у нас специализация, она состоит в том, что мы подходим к клиенту, и тут, исходя из воронки продаж, сколько подходов он сделал, сколько из подходов в диалог… Кто это считает? Каким образом она считается? GPS-трафик от подхода к подходу или движение его по торговому залу? Мне кажется, здесь нужно работать именно… Это инструмент не только для менеджера, для руководителя, это инструмент также для самого специалиста. Вот это постоянный локальный контроль, где… Ну, то есть, ну что, я буквально недавно разговаривал с Инчей интересной компанией, я вас потом познакомлю, они занимаются профессионально созданием вот этих вот специальных презентаций для агентов, они работают с фарминдустрией. Я думаю, что вам будет о чем поговорить, они прямо супер в этом рынке. Так вот, они говорят, у нас очень просто, смахнул, включилось, что значит, начало работать. Пролеслал два стайда, значит, начало работать. Выключил, значит, имитация. Дошел до конца, значит, прошел первый клет. И значит, уже дальше идет какое-то… Все считается внутри. Причем было интересно, они приводили пример, когда приезжает какой-то город-супервизор. Она говорит, давай посмотрим, там, планшетчик, она включает планшетчик, определила, где мы находимся. В гостинице такая, верно работа, верно, а вот, говорит, посмотри-ка, распечатка твоих этих, там, твой домашний адрес, где ты включал планшет, там, адрес твоей подружки. Вот что у вас с этим своим? Как контроль? Контроль же тоже должен быть какой-то. Снова хочется прийти к нашей инхаус-разработке, к нашему замечательному приложению для DSA, для наших агентов продаж. Что такое DSA? Direct Sales Agent, агент прямых продаж. Это некая аббревиатура, которая уже устоялась на рынке, собственно говоря, то, как называются наши агенты. К приложению, то, о чём вы говорите, у нас абсолютно так. Мы знаем, в каком месте он стоит, знаем, во сколько он туда пришёл, во сколько он включил планшет. Он планшет с собой носит, домой? Да, это его персональный устройство. Игрушки можно играть для детей? Нет. Ну, заложен. Ну, мы, IT-компания, у нас с безопасностью. Всё строго. Новый тренд? Новый тренд. Если его разрешить пользоваться, никаких угроз безопасности нет, там есть просто специальная программа, через которую можно установить программы. Отношение к этой вещи совсем меняется, если человек может его использовать для себя. Но у нас такая есть вещь, геймификация. Ну, нет, я имею в виду тот же планшет, чтобы он просто пришёл домой, дал ребёнку, он играет в игры, там всё нормально, а он его на работе. Совсем по-другому будет отношение, меняется. Мы подумали. Всё же чекается, всё же трекается, всё же легко. Поэтому, окей. Я вот вёл как раз геймификацию, то, о чём сказал Георгий. Это инструмент, когда ты для своего сотрудника даёшь возможность не просто работать, ты его вовлекаешь через игры. С кем он соревнуется? Он может соревноваться с командой в одном городе, может соревноваться с командой в другом городе. То есть, это некий батл. Что он видит? Видит результаты, видит, сколько он поработал, как эффективно он отработал, сколько за час он сделал. Окей, у него есть зарплата. Безусловно, у неё есть откладная часть, да, и есть бонусная часть. И вот эта бонусная формируется от его результатов деятельности. Опять же, на твоём месте здесь сидела Даша Капранова, экс-директор техносилы, экс-эчар-директор техносилы, она сейчас эчар-директор МТС банка. Они создали такое приложение на основе Jive, какая-то технологическая, очень интересный такой корпоративный портал, и они открыли доходы всех сотрудников, всех, кто работал в магазине. И вот это была бомба, когда они, люди, увидели, сколько можно зарабатывать, причём в самом каком-то простом регионе, только лишь от того, что ты набрал необходимое количество курсов, понимание того, сколько ты там, ну, знаешь, телевизор, стиральный машинка и всё остальное. И когда ты видишь, сколько ты зарабатываешь, это очень сильно драйвит. Где вы находитесь в этом? Что может видеть человек по отношению к себе? Смотрите, что мы можем видеть? Наверное, мы видим результаты других сотрудников по продажам. Я думаю, что у нас мотивация, она единая для всех по продажам у специалистов. Поэтому он видит у себя в команде, он видит… Видит лучший продавец, да? Да, и я думаю, каждый в силах посчитать, если он выдал 30 карт, сколько это будет в облях. То есть, они в принципе там, можно посчитать, понимать, где я с точки зрения рейтинга. Каждый продукт, он фиксирован с точки зрения оплаты. Кто номер один сегодня? Какой чемпион у вас есть? Ну, я имею в виду, сколько он чего там выдаёт? Ну, я скажу так, что в среднем, в среднем агент выдаёт по 50 продуктов в месяц. В месяц? В месяц. Лидеры выдают 300. Ого! Ничего себе! Вот это вот. Как этих людей находить на этапе отбора, на этапе обучения? Надо их обучить. А вы изучали, опять же, опыт некоторых компаний? Как делать? Как найти идеального сотрудника? Они берут лучших своих сотрудников, снимают с него кальку и ещё таких. Вот этих, сколько этих ваших по 300, которые продают? Хорошо иметь звёзд, но их не много. Ага. А вообще звёзды – это особая технология какая-то? Они рождаются, они приходят звёздами. Вы знаете, звёзды – это достаточно такой… Они же… Почему звёзды? Потому что они по большому счёту знают, что такое продажа, они знают этапы продаж, они знают, как это делать. Функционально они готовы. Но у звёзд есть другая болезнь. То есть, нужно работать с их эмоциональным состоянием. Нужно работать не в рамке их гонятия, а работать по большому счёту, дать возможность послушать их, что их беспокоит, в каком направлении им лучше двигаться. Ну, это психология. Со звёздами – это психология. МЛМ, у вас не думали о том, что как-то распространять вашу карту? Я постоянно Диме об этом говорил, но он говорит… Не соглашает, но я не соглашаю. Это новый тренд абсолютно, наиболее активный. Когда ты попользовался, ты становишься… По сути, смотрите, любой человек, который воспользуется вашим услугой, он может сказать свой позитивный опыт. Если он сказал соседу, что мешает ему поставить вам приложение, как там, DSA, чтобы он подключил любого своего соседа? Тут у нас немножко в другом ракурсе сейчас МЛМ. Это же взрывное будет тогда распространение. МЛМ не от сотрудников, то есть, как стать сотрудником, а МЛМ от клиента. Так вот я и говорил, от клиента. То есть, за каждое приведённое он получает свою небольшую премию. Она равна премии, которую сотрудник получает? Всё измеримо. Всё измеримо. Исходя из усилий. Мне кажется, мы сегодня на креативном таком брейнсторе много новых идей. Мы потом с Димой пообщаемся, скажем, что полезно. Не забудь мне пригласить в команду. Хорошо. Окей, что ещё? Что ещё является ключевым моментом формирования вот этого Salesforce? Звёздного десанта. Наверное, здесь надо отдать должное, что не нужно всегда идти снизу. Нужно ещё сверху обучать их руководителей. Мы подходим к обучению не просто middle management, да? А что это за middle management? Какие их функции? Первое, что важно, чтобы они были сами бывшими продавцами. Тут у руководителя, у супервайзера, руководителя группы вот этих DSF, первое, важное, чтобы он был сам бывшим DSF и понимал весь процесс. Понимание всего процесса позволяет работать с ними в совсем другом русле. Не только там, как-то, ну давай, у тебя это получится, но и технические нюансы тоже. Поддержать, оценить там. Первое, я руководитель, я имею свой опыт продаж. Второе, я хороший администратор. Очень часто бывает такая история в компании, что руководители видят, ну хороший продажник, значит хороший руководитель. Вообще не факт. Можно ли научить быть руководителем? Вот ты отвечаешь за обучение. Самое важное – его желание. Желание стать. Желание стать. Научить может Георгий, чему хочешь. Помните, да? Загрузи мне управление вертолётом. Да-да-да. Главное – осознанно подходить к этому. У нас руководители, это и 20-летние, и 21-и, и 22-летние, но это люди, которые выделяются из всех. И когда мы это видим, мы этих ребят, конечно, растим. То есть, это получается некий кадровый резерв, да? То есть, это как раз мы говорим о том, о карьерном развитии в компании. И вот эти вот наши 20-летние люди, тоже поколение там X, Y, Z, для которых очень важно понимание, ради чего они работают. А вот какая вообще big idea, вот если так взять компанию? Советия должна быть у каждого. Советия должна быть у каждого. Но если серьёзно, то к 2020 году мы хотим, чтобы 4 миллиона карточек не имели. Что это даст стране, в целом, нашему обществу? На сегодняшний день мы уже переворачиваем рынок. Что меняется? На прошлой неделе проект «Совесть» стал лучшим финансовым продуктом среди банков. Это журнал, награда от журнала «Retail Finance». Для нас это очень… Смотрите, ну сколько вообще людей могут в России иметь карту, примерно 75 миллионов, исходя из трудовой активного населения. Мы для себя отмерили целевую аудиторию порядка 20-25 миллионов. Всего в России, да? Да. И вы хотите выдать 5, то есть захватить получается 40% этого рынка, да? Да, это достижимо. То, что мы видим сегодня… Ой, 20%. То, что мы видим сегодня, это достижимо, я приведу пример. В первом квартале 2017 года оборот по нашим карточкам был порядка, за весь квартал, 200 миллионов. Во время «Черной пятницы» за несколько часов мы сделали оборот 100, за несколько часов. Я хотел бы, знаете, вот я вам говорил, что время пролетит быстро, осталось 5 минут. Вы мне сказали очень важный момент, что главное обладать, то есть самое главное наше преимущество – это продукт, да? Вот если сейчас мы посмотрим, и вы как эксперты компании, работающие с прекрасным продуктом, посмотрите вот так вот отсюда через камеру в нашу страну, и вот сидят напротив простые люди, у которых простой как бы бизнес, да? Как им вот в рамках своего бизнеса найти что-то такое, чтобы он мог гордиться, неважно чем он занимается, что это должно быть, как помочь человеку определиться вот это в гордость, создать гордость за свой продукт, неважно какой это, цветы, там, не знаю, там, клининговая компания, все что угодно. Идея вообще о продукте пришла к нам, исходя из одной простой позиции – я покупатель. Вот просто я покупатель, я иду куда-то, ой, я хочу что-то, но не хочу оформлять там какой-то потребительский кредит на товар и так далее, но я хочу сейчас оплатить, ну и не платить проценты. Я вот такой хитрый. Ой, а так можно было? Да, так можно было, и вот так идея создала. Стать тем самым, ну мы же все в компании, когда создаются компания, у нас есть своя аудитория, стань этой аудиторией, побудь в куре этой аудитории и пойми, что тебе самому не нравится, и из того, что тебе не нравится, и что бы ты хотел улучшить, уже придет идея о продукте. Я помню книгу, есть такая стартап-основатель, Стив Бланк написал ее там, и он пишет, что самый лучший способ понятия, нужен ли твой стартап, выйти на улицу и кому-то попытаться предложить, или самому задать себе вопрос, тебе это нужно или не нужно. Продай себе. Продай себе, да. Все мы тут покупатели, вы покупатель, я покупаю. То есть задача любого предпринимателя, занимающегося бизнесом, самому не просто там сидеть в офисе своем, строить у себя директора, а конкретно взять свой продукт, попробовать его продать, попробовать его купить у себя, побыть клиентом самого себя. Могу пример даже привести. Смотрите, предположим, регион России, ситуация. Я еду к себе в деревню, еду-еду, думаю, ой, лужа раз, лужа два, машина грязная. Думаю, где бы помыть? Негде, негде помыть. Вот формирование. И вот, и все, сразу я, как обычно. А таких, как я, много. Это Ярославское шоссе. Предположим. Таких, как ты, Георгий Малый. Ты у нас один такой. И, соответственно... Вот, и сразу иди, а, нужно это, наверное. Вот, очень много идей, например, так же у супермаркетов. Я помню, мне очень понравилась статья, где было написано, как сделать так, чтобы продавали больше. Вот я клиент. Я взял себе маленькую корзину, иду покупать, значит, супермаркет. Там же везде начались корзинки. Я думаю, что-то не умещается, пытаюсь пихнуть, пихнуть. Не идёт дальше. И иду. Потом было проведено исследование в этом магазине. А что, если мы корзину сделаем чуть больше? И реально больше помещать. Все сталкивались, что ты взял маленькую корзину, не хочешь вот эту вот жестяную корзинку. Есть маленькие зелёненькие корзинки, ты идёшь, идёшь, а потом пытаешь что-то впихнуть. Это помните уникальный случай про Procter & Gamble, когда они внутри компании объявили конкурс. Как сделать так, чтобы повысить продажи зубной пасты в два раза? И один самый простой сотрудник предложил Диа, сделайте дырку в два раза больше. Когда человек просто выдал, ну вы не поверите, это же мы с вами, на нас с вами всё это реально. И вот так они просто в два раза стали продавать больше. Исходя из этой ситуации тоже с корзинкой, идти как покупатель, сам, что не понравится. Вот то, что не нравится, уже это менять. При всей вашей фантастической звёздности, есть что-то, что не получалось? Какие есть вопросы, которые пробовали, не получилось? И какое решение было принято на этом? Что было заменено? Что сначала работало, а что не работало? Нам, наверное, как стартаперам, прежде всего хочется концентрироваться на том, что получилось, и это масштабировать. То есть, главная ценность того, что если ты что-то сделал, у тебя это получилось, дальше нужно это масштабировать. Максимально быстро, в короткие сроки масштабировать. Как, вернее, пробовать сразу то, что будет получаться? Как не распыляться на какие-то вещи? Всё-таки есть же какой-то критерий? Вот в обучении, я уверен, что не всё сразу, и программа не сразу сформировалась, от чего-то пришлось отказаться. Что являлось критерием? Это двигаем дальше, от этого отказываемся, идём туда. Мне вот тут одна цитата, хочу озвучить от неё, оттолкнуться. Успех – это умение двигаться от одной неудачи к другой без потери энтузиазма. Что-то эксклюзивно, что-то интересное именно через путь неудач. Именно вот так она складывается. Теперь ваш вопрос. Нет, нет, я и говорил, что как раз, как формировалась вот эта сегодняшняя ваша система, которая позволяет растить вот этих людей, которые ориентированы на победу. Через постоянно пробовать, 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 через неудачи. Вот так она и формировалась. Здесь, правда, нет какой-то формулы, нужно не останавливаться на достигнутом и регулярно говорить себе о том, что у меня это получится. Потому что то, с чем мы начинали обучение, это чуть ли не недельный процесс, вот такая вот книжка большая. Вот как раз неделя хлопнулась в один день. В один день. Потому что это сам, это эффективнее. За неделю человек уже перегорает. Дим и Георгий, да, время подходит к завершению. И я, как человек, который тоже занимаюсь непосредственно обучением, развитием руководителей, всегда начинаю свои любые там мастер-классы, тренинги с одной простой вещью, что сначала мы разбираемся с самим собой. Понимаем себя, ставим себе цели, задачи. Разобравшись с самим собой, начинаем разбираться с непосредственно подчиненными. Потому что ты уже себя знаешь. Что вам помогает лично, каждому из вас быть в тренде, испытывать мотивацию. Какой твой секрет успеха? И какой твой секрет успеха? То, какие вы есть. Команда. Наш секрет успеха. Как с языка взял, я тоже самое хотелось. Это команда, начиная от нашего руководителя и заканчивая нашим действием. Мы вот все совестные снизу доверху. Что является основным вот этим, так сказать, мостом или вот этим каркасом, который склеивает вас всех? Это сейчас мы говорим про корпоративную культуру. Я бы хотел сказать про тебя лично. Вот ты же тоже обычный человек. Тебе бывает, иногда хочется идти на работу, иногда не хочется. Как ты в себе находишь мотивацию не останавливаться в своем развитии? То, что мы делаем, это не работа. Это бизнес. И мы строим бизнес. И мы строим новый проект. Новый продукт для рынка. И это является основным драйвером. Мы меняем рынок. Мы такие маленькие Apple, маленькие Стивы Джобсы. Каждый из нас вот здесь где-то внутри. Георгий, а ты? Для меня, наверное, это видеть результат работы. И видеть результат работы своей команды. Когда ты это видишь, это лучше, чем порой карьера, деньги и так далее. Когда ты фактически, вот я всегда задаю себе вопрос, я занимаюсь обучением персонала. Фактически я делаю людей, ну то есть, как это сказать, вывожу их в свет. Они становятся лучше, они становятся взрослее, они становятся мощнее. Они показывают цифры. И тех, кого мы обучили год назад, уже становятся руководителями. Разве не это самое прекрасное в обучении персонала, когда ты вливаешь в этого человека, и он как цветочек потом раскрывается. Ну, это самое прекрасное ощущение. Спасибо большое, друзья. Время нашего эфира неуклонно подходит к концу. Что самый главный вывод, который я для себя сегодня услышал. Стартап – это то, чего не было до этого момента. Это вот когда взяли люди, соединили свои идеи, желания, устремления, и что-то появилось. Это значит, что в принципе можно создавать успех на том месте, где его раньше не было. Но для этого нужны важные вещи. Нужна вера в продукт, нужно чувствовать этот продукт, как потребитель действительно нужен, и постоянно на этом тестировать. Нужны люди, у которых горят глаза, и нужно этих людей помогать им стать нечто, раскрыть свои потенциальные возможности, как продавцы, как менеджеры, неважно как, чтобы это приносило пользу и им, и компании. Спасибо вам огромное. Спасибо, да. И я уверен, что сегодняшний эфир поможет, возможно, многим людям посмотреть на себя со стороны. А вам желаем всяческих успехов. Пока. Спасибо. Спасибо.